МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. В семье погибшего шахтера угольный департамент отказывается выплачивать компенсацию. Аким области с рабочей поездкой посетил Абайский район. Известный оперный вокалист Тотар Кунчулия посетил Караганду. Угольный департамент Арселор Миттл до сих пор не выплачивает компенсацию родным погибшего шахтера. Напомним, 14 декабря прошлого года на Абайской шахте при обрушении горной массы погиб рабочий. Без кормильца остались жена и трехлетний сын. Уже несколько месяцев семья обивает пороги инстанции, чтобы добиться выплаты денежной компенсации. Пока же все безрезультатно. Господин Мухабиджанов, как мне вот дальше жить? Все-таки вы тоже папа и дедушка. Не знаю, вот у вас есть вообще на это право, что вот оставить мне, можешь ходить побираться вот так, господин Мухабиджанов. Как мне дальше жить вообще? Единственному сыну погибшего всего три года. Каждый день мальчик ждет отца домой. Только после страшной аварии на Абайской шахте он уже не вернется. Почти полгода маленький Саша находится на попечении у родного дяди. У матери просто нет средств на содержание ребенка. По выплате ничего нету. Ждем, вот ждем. Никто не выплачивает нам. Как нам дальше вообще жить? Погиб мой муж, и в 10 годовых ничего вообще нету. Никакой зарплаты. Ну как? Не выплачивают вообще никак. Как в дальнейшем обеспечивать ребенка? Мне нужны, срочно, срочно деньги нужны. Родные погибшего убеждены, что авария на шахте произошла по вине самих работодателей, которые не только это не признают, но и не спешат выплачивать компенсацию. Уже несколько месяцев пострадавшая семья обивает пороги многочисленных инстанций. Необходимые документы у родных на руках. Только юристу угольного департамента их недостаточно. По словам членов семьи погибшего, начальник отдела техники безопасности Сергей Дудкин до сих пор не выдает нужные бумаги. Три месяца уже ходим, 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 ходим. То документы, то те, то те, то справки те, то эти. 25 процентов. 25 процентов только у нас 3 миллиона кредитов у него осталось. У него долгов только осталось на 3 миллиона. 6 миллионов только должна сейчас семья выплатить. А они вот эти вот, сколько там положено, 10 годовых вот эти вот, 10 годовых, они уже, они должны сразу это выплатить, они до сих пор эти деньги держат. Господин Мухаммеджанов и господин Айтколов, юрист, нарушает полностью кодекс Республики Казахстан, трудовой кодекс и кол договор, где, в черном по белому написано, при увечьях, при травмах или при гибели выплачивается полностью сумма 10 годовых. И никаких там процентов, никакие там частями этого не позволено ему делать. Во всяком случае, если он закон пусть прочитает, я ему скажу, где основание, на каком основании вы выплачиваете ему только какую-то часть суммы. А совсем недавно семья Поповых обратилась за помощью в страховую компанию «Наматлаев». В базе данных у них погибший Евгений Попов числится, однако, не как погибший, а как травмированный. Это была последняя капля. За информацией съемочная группа обратилась напрямую к работодателям. Сергей Дудкин, он же начальник отдела техники безопасности, просто спрятался в своем кабинете. Будет предписание госинспектора труда. Ребенок шестой месяц сидит без хлеба, без витаминов, вы понимаете? Без садика, без освещения, без телефона. Вот вы опять на меня кричите, я в чем? Мирамгус Алкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинск. Акимобласти с рабочей поездкой посетила Байский район. Здесь Боржан Абдишев побывал на нескольких объектах промышленного, сельскохозяйственного и социального назначения. Где выращивают элитные картофели, строят кониферму, расскажет наш корреспондент. В первую очередь глава региона побывал в Весенгельдинском сельском округе. Боржан Абдишев посетил местную школу, где в 2010-м был создан мини-центр на 50 мест. Аким осмотрел имеющееся здесь оборудование, ознакомился с ходом учебно-воспитательного процесса. Кроме того, областной глава посетил административно-бытовое здание сельского округа и ознакомился с работой расположенных здесь служб, в том числе доступностью сотовой связи и интернета. Работать с этими по подкрытию сотовой связи вообще всю территорию области. Мы с ними проведем совещание с операторами и поймем, какие перспективы. Сегодня 21 век, должны все на этом. Рабочая поездка продолжилась осмотром коммунального павильона в Абай. Здесь реализуется большой ассортимент продовольственных товаров по ценам ниже рыночных. В селе Куксу, административном центре Куксунского сельского округа, Аким области интересовался благоустройством этого населенного пункта. Осмотрел многофункциональный корт и детскую площадку. В этом же сельском округе находится и компания «Астроагра». Здесь выращивают элитный картофель на основе безвирусных мини-клубней. Для этой цели специально была создана лаборатория. А это крестьянское хозяйство «Шанс». Баужан Абдишев осмотрел картофелехранилище и сельскохозяйственную технику. Ознакомился с ходом строительства коней фермы на тысячу голов. Инновационный проект реализуется в рамках карты индустриализации. Ввод в эксплуатацию этого объекта стоимостью 300 миллионов тенге запланирован на 2014 год. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Бакыжан Сагентаев посетил предприятие Карагандинской области. Привлекать больше бизнес-проектов в города посоветовал руководству региона первый заместитель премьер-министра страны. Накануне Сагентаев побывал на некоторых социальных и производственных объектах. И даже спустился в шахту. Это железнодорожная ветка Жасказган-Бенео. Сегодня здесь почти 500 человек полным ходом проводят строительные работы. Сюда Бакыжан Сагентаев приехал в первую очередь. Общая протяженность железной дороги – 988 километров. Согласно планам, первые поезда по этому пути пройдут в 2015 году. Участный дисказан Сахаловский имеется 12 строительства в мосту. На Шалтар-Бенео 26 мостов. На Остарушку проходят 10 мостов. Следом первый заместитель премьер-министра посетил завод по выпуску фильтров для горно-шахтного оборудования, автомобилей и спецтехники. Предприятие производит до 150 тысяч воздушных, топливных и масляных фильтров в год. Потенциальный рынок сбыта – Россия и Узбекистан. Предприятие, которое осуществляется в рамках программы Дорожная карта бизнеса 2020, Кастехфильтр, который выпускает специальные фильтры для спецтехники. Сегодня они говорили о том, что данные фильтра уже проходят испытания, прошли испытания, получили соответствующие сертификаты. И уже они завтра готовы поставлять по крупным предприятиям, в том числе и Казахмысл, Кастингл, комбинат НРС и крупным угольным разрезам. То есть сегодня только одно предприятие открывает 110 новых рабочих мест. В программу рабочей поездки вошло также знакомство с работой Жизказганского медиплавильного завода. Предприятие входит в группу компании «Казахмысл». Это крупнейший производитель меди в стране. В прошлом году завод выпустил порядка 300 тысяч тонн катодной меди. За 2019 год все намеченные планы по выпуску черновой и катодной меди мы выполнили. На этот период, на 2013 год, планируется выпуск в том же объеме. То есть планируем также выполнить плановые показатели на 100%. За прошлый год в районе 107 тысяч катодной меди выпустили. В этом году запланировано примерно на том же уровне. А это уже южно-жизказганский рудник. Он находится на глубине 300 метров. Ежегодно здесь добывают свыше 6 тысяч тонн медной руды. Это один из самых крупных рудников в регионе и работают на нем около полутора тысяч человек. Столичных гостей горняки познакомили с процессом добычи, который в последние годы претерпел изменения. Затем Бахаджан Сагентаев и Акимобласти осмотрели спортивно-оздоровительный комплекс корпорации «Казахмыс» в Садпаеве. Здесь имеется футбольное поле, плавательный бассейн, гостиница, тренажерные залы и хоккейный корт. Социально-экономическим состоянием Карагандинского региона вице-премьер остался доволен. Подводя итоги поездки, он поручил руководству области привлекать как можно больше бизнесменов моногорода. Идите в моногорода, открывайте новый бизнес. Льготы просто сумасшедшие здесь. И создавайте рабочие места, открывайте, зарабатывайте деньги. И поэтому здесь я хотел бы сказать, чтобы местные исполнительные органы больше внимания уделяли на то, чтобы развивать бизнес, малый и средний бизнес. Для этого еще в рамках программы и моногородов, и в рамках программы развития дорожной карты бизнеса, инфраструктура также решается за счет государства. Остается только создать бизнес, открыть на рабочие места и зарабатывать. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Городской Акимат принял всех желающих. Сегодня в фойе здания Акимата Караганды состоялся день открытых дверей. Здесь граждане смогли без лишней волокиты обратиться с жалобами и заявлениями. В течение трех часов чиновники консультировали всех желающих по социальным, финансово-экономическим и жилищно-коммунальным вопросам. Самая большая очередь, как обычно, была к специалистам отдела ЖКХ. К слову, встречи госслужащих с населением проводятся ежеквартально. Представители Акимата отмечают, что с каждым годом интерес карагандинцев к подобным мероприятиям растет. Как вы заметили, очень многие приходят, интересуются, задают живые вопросы, получают быстрые конкретные ответы. Также они записываются, получают информацию о том, какие документы необходимы для сдачи документов по программе «Доступное жилье», например, или какие документы для оформления статуса Алтана, Алха, к примеру. Здесь также можно записаться на прием к Акиму города, к заместителям Акимов. Прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Показал свое мастерство на карагандинской сцене. Подробности у Сергея Высокосова. Традиция карагандинского академического театра музыкальной комедии – знакомить зрителя с работой лучших хореографов, дирижеров, вокалистов, балетмейстеров – продолжает развиваться. И вот один из лучших басов мира – отар кунчулия «Гость Караганды». Я последние две недели, честно говорю, даже больше жил именно эти, восстанавливал, потому что на русском я давно ее не пел, а ее в основном по всему миру на итальянском языке. Я очень рад, я приехал вчера, уже прошли репетиции, прекрасный коллектив, молодежь хорошая, очень талантливая и хор, и оркестр, который, видимо, хорошо работает, потому что состав небольшой у оркестров, минимум должно быть 40-50 человек, чтобы он звучал по-нацелу. Тут вещи гораздо, но они прекрасно звучат. А если такая страна огромная и богатейшая, как Казахстан, может себе и может позволить себе иметь музыкальные и оперные театры в нескольких городах, это великая честь. Опера «Российний сивильский цирюльник» стал тем плацдармом, где оттачиваются вокальные данные молодежи Карагандинского академического театра музыкальной комедии и ведущего баса Большого театра России. В спектакле опера «Буфа сивильский цирюльник» театр музыкальной комедии пригласил ведущего баса Атара Кончули, который известен, прежде всего, исполняемыми своих ведущих басовых партий. Так как мы знаем, что басы являются очень редкими голосами, тем более тембральными и красивыми голосами, то присутствие такого великого оркеста украсит, конечно, наш спектакль. В этом спектакле заняты ряд молодых солистов. В данном случае главную партию исполняет дебютант, солист нашего театра Вячеслав Лепницкий, который стал лауреатом первой молодежной премии, театральной премии, которую буквально вчера ему присудили в Алмате. Это большой денежный приз, почетная грамота, диплом в номинации оперной певецы «Оперета». Это большая заслуженная награда нашла нашего молодого солиста, воспитанника нашей школы карагандинской. Игра «Атара Кунчулия» должна внести нерв в спектакль «Сивильский цирюльник», пока актеры-дирижеры, оркестр и сам директор театра Монтай Ибраев в волнении готовятся к спектаклю, как к премьере. Пока актеры-дирижеры, оркестр и сам директор театра Монтай Ибраев в волнении готовятся к спектаклю, как к премьере. И в принципе так и есть. Именитый оперный вокалист поможет раскрыть новые грани комедии. Но об этом смогут судить зрители, которые придут в воскресенье 31 марта в Академический театр музыкальной комедии. Только один спектакль с отаром Кунчуля. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Безбумажные технологии. Карагандинская таможня первая в Казахстане начнет внедрять проект по электронному декларированию. Теперь никакой бумажной волокиты, только компьютеризированные программы. Сегодня при участии представителей Республиканского комитета таможенного контроля был произведен контрольный выпуск электронной декларации. Готовы ли карагандинские таможенники подобному к ноу-хау, расскажет наш корреспондент. На таможенном посту Тимиртау разработчики программы и декларанты Арселор Миттл Стилл Тимиртау провели работы по электронному декларированию. Теперь все экспортные товары будут проходить по новой программе. Оформление нужных документов займет всего две минуты. Об этом сообщили на встрече, которая состоялась среди личного состава Департамента таможенного контроля по Карагандинской области. Дина Мамашева рассказала, уже в следующем году планируется ввести обязательное информирование о товарах, возимых на таможенную территорию автомобильным транспортом. Сегодня комитет таможенного контроля проводит очень большую работу по модернизации всей таможенной службы. И в частности мы начали работу над таким серьезным проектом, который называется электронное декларирование. Сейчас мы работаем над электронным декларированием экспорта. И пилотной площадкой для внедрения вот такого нового подхода к декларированию у нас является Караганда, в частности Тимиртау таможенный пост с компанией Арселор Миттл. В обсуждении новшеств в сфере вопросов налогового и таможенного администрирования приняли участие представители налогового департамента. По словам участников мероприятия, данные проблемы являются самыми актуальными на сегодняшний день. Мирамгус Алкимбаева, Боржан Алипов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Год назад 17 региональных институтов повышения квалификации Казахстана объединились в акционерное общество Национальный центр повышения квалификации работников образования Орлео, где проводится единая кадровая методологическая и методическая политика в реализации государственной программы повышения качества образования. В Караганде состоялся первый республиканский форум, на который представители образования оценивали эффективность системы повышения квалификации. Наши корреспонденты с места события. Решение задач, которое выдвигает государственная программа по повышению качества образования в Республике Казахстан, опирается прежде всего на современного педагога с новыми научными знаниями и навыками. И, конечно, сегодня повышение заработной платы учителей напрямую зависит от квалификации, а это, в свою очередь, подразумевает получение сертификата о прохождении курсов повышения квалификации. Причем, согласно кембриджской программе, его получить не так-то просто. Формализм исключен полностью. Три месяца обучения для учителей заканчиваются квалификационным экзаменом, который оценивается Кембриджским научным советом. Сюда входит анализ тестирования, подготовка портфолио и различные отчеты. Технология, скажем, сложная, но интересная. Именно поэтому, окончившим многоуровневые курсы, сертификаты выдаются только через три месяца. Система образования сегодня напрямую зависит от качественных знаний и умений педагога. Курсы, как известно, с 2012 года у нас проводятся по новой системе. Это уровневые курсы. Уже на сегодняшний день более 8 тысяч учителей по стране уже прошли эти курсы. И, естественно, ожидаемый результат по этим курсам повысится качество именно преподавания учителей в среднем звене. Повышение заработной платы, повышение качества образования будет проходить через повышение курсов квалификации. На наших заседаниях будет обсуждаться вопрос совершенствования этих курсов, определения дальнейшей траектории, определения проблемных зон. Перед участниками семинара-совещания стоят серьезные задачи. Определение путей профессионального роста отечественного педагога и актуализации современных задач системы повышения квалификации учителей. Как основной стимул – надбавка к зарплате за прохождение многоуровневых курсов. Третий уровень – 30%, второй уровень – 70% и первый уровень – 100% повышение заработной платы. За пятилетний период подобные курсы должен пройти каждый педагог. Сегодня мы хотим вместе с коллегами из регионов, это директора институтов, заведующие кафедрами, методисты управления образованием, сертифицированные учителя кембриджской программы, мы хотим обсудить, какой должен быть преподаватель, который будет в дальнейшем учить учителей. Принципиально особенно сегодняшнего этапа, институты обязаны по поручению главы государства отслеживать качество повышения квалификации учителей уже после того, когда они уходят из стен института повышения квалификации. В прошлом году курсы повышения квалификации у нас в области прошли 500 педагогов. На пленарных и секционных заседаниях будет анализироваться и содержательное развитие этих учителей, чтобы понять, насколько действенна работа института повышения квалификации. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. С новостями спорта вас познакомит Берий Копаров. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. В Актау завершился ежегодный чемпионат Казахстана по карате. Карагандинскую сборную, никогда не входившую ранее в тройку призеров, к фаворитам турнира не относили. Но наша команда сумела собраться и удивить. В общекомандном зачете наши каратисты сумели занять почетное третье место. И наша карагандинская область впервые вошла в тройку. Заняли третье командное место. Наши ребята отлично побились. У нас золото в тяжелом весе. Так же 14-15 в тяжелом весе. Два карагандинца заняли золото и серебро. В общем, у нас 4 серебряных медали. Одна бронзовая и две золотые. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сауба, Унзда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова